Музыка Здравствуйте, дорогие садоводы! Мы сегодня по многочисленным вашим просьбам в саду у Владимира Александровича Шереметьева. Он нам рассказывал о выращивании черешни. У него очень много сортов. В Нижегородской области он выращивает, получает совершенно фантастические урожаи. Обильные красные, розовые, желтые плоды. Ну, просто фантастика. Вот в нашей средней полосе вырастить такую черешню – это дорогого стоит. Он делился своим опытом и по выращиванию, и по обрезке. Но вот стоит такая проблема. Иногда ягоды просто не достаются хозяевам и птицам. Все крадут птицы. И вот ничего не остается, как укрывать. Конечно, хлопотно это дело, но вот приходится это делать. Помогают вот такие сетки для птиц. Вы их используете, да? Да. И вот в данном случае у нас производство протект. Такая сеточка. Вот посмотрите, тут как раз эти воришки и нарисованы. Воробьи и другие, наверное, любят лакомиться. Вот. И в основном-то вот и любят они черешню. Да? И вишню там повреждают, и шелковицу мне писали. Но в основном вот на черешню прям так они с удовольствием летят. Вот посмотрите, такая сеточка, ячейка у нее 6 мм. Она легкая, она достаточно прочная при этом. И вот еще нейтрального такого цвета. То есть, когда мы ее надеваем на дерево, не портит вид, не портит дизайн сада. И в то же время воробьишки, птички, они не могут проникнуть к ягодам. Постепенно они теряют интерес к этому дереву, на который наброшена такая сетка. И, в общем-то, больше не досаждают. Расскажите, пожалуйста, вот как такое дерево вы укрываете? Лестница, наверное, требуется, да? Лестница требуется при сетке или проволоке. Но эта сетка имеет еще преимущество. Она не очень сильно цепляется по сравнению с другими сетками, которые не тянули. То есть, когда срываете, вы начинаете еще и листочки вырывать. Вот эта пластиковая сеточка, она, конечно, в этом плане... Я тоже уже лет 10 могу использовать вот такую сетку. Вспользуйтесь, да? Ну, вот видите, как хорошо. Давайте покажем, как мы это все будем делать. Я только еще хочу сказать. Вот посмотрите, дерево-то небольшое. Обычно черешня – это высокорослое дерево, раскидистое. А вот Владимир Александрович, он специальную формировку применяет к черешне, чтобы она оставалась вот в такой компактной кроме. Вот эта сетка, она шириной 2 метра, и длина у нее бывает от 5 до 10 метров. То есть, вот рулончики эти разные. Если деревце у вас уже большое... Если маленькое, то прикинуть хотя бы на сколько... Да, вот. Чтобы не резать. И мы сейчас это вдвоем вот так вот накинем, и покажем вам уже, в общем-то, окончательный результат. Конечно, лучше вдвоем это делать. Подручнее. Вот, посмотрите, она практически прозрачная. Дерево получает свет, то есть, не мешает эта сеточка, чтобы освещение было у листиков нормальное, и завязывание плодов происходило при этом тоже с полной солнечной энергией. То есть, на вкус плодов ни в коем случае эта сетка никак не влияет, только бережет под птиц. Ну вот, мы как раз уже начали прикреплять. Берем удобные вельевые прищепки, на веточки просто зацепляем. Легкая, пластичная, позволяет хорошо ее распределять на кроне. Вот таким вот образом бережем свое дерево. Ну вот, у нас уже почти закончена работа. Остались небольшие нюансики на самой верхотуре, чтобы там эту сеточку вообще таким шатром сделать. Я хочу сказать, что не только черешни. Вот, посмотрите, здесь и груши нарисованы. Бывает, что очень спелые груши садятся птицей и клюют их прямо на веточках. Также производитель нам напоминает, что вот эти сетки протект, они помогают еще и капусту беречь, скажем, от насекомых-вредителей. Если вы на дуге набросите над грядочкой, то всяких капустных белянок, совок у вас на листочках не будет. Вот такая замечательная сетка, многофункциональная. Ее можно легко потом снять, убрать на хранении, на следующий год тоже использовать. Она легко сворачивается в рулон, места много не занимает. И вот таким образом многократно ее можно использовать. Если вы не найдете большую сетку, скажем, 10-метровую, то вот 5-метровый размер тоже подойдет. Их там можно стыковать. Стоять, да? Да, леской, проволочкой, как угодно, хоть обычной ниткой. Вот, и теми же прищепками, ничего не сшивая, просто закрепить так, как вам нужно. Нам важна функциональность, чтобы наши птицы не добрались до наших ягод. Еще и бывает очень жаль, когда вот эти птицы, много их садятся на дерево, росточки обламывают, да? Вот, и эти росточки тоже бывает жалко. Так что вот эта сетка бережет очень дерево со всех сторон. Вот, дорогие друзья, конечно, сейчас укрывать черновато. Когда вы обычно пользуетесь? Когда начинает окрашиваться зеленая, они не более щекают. То есть розовинка такая получается, и уже... Ну, примерно на неделю, на две закрывается всего. До созревания ягод, понятно. Эта сетка еще можно закрывать землянику. Вот тоже важно, да, у кого много скворцов в наших садах, вот было... Грачи едят, съедают, они утром в три часа встают и съедают полностью. Если бы уходишь, вечером была, всего бы нету, съели. Ну вот, дорогие друзья, не случайно мы об этой сетке рассказали весной, чтобы вы о них знали, чтобы вы успели купить до урожая, и чтобы урожай достался полностью вам, а не вот этим воробьишкам. И сетка протект обязательно сохранит ваши ягоды в целости и сохранности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова